Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Интересная картина вырисовывается. Эти местные выборы, выборы в местные советы, рады, администрации. Прямо напоминают, уже еще не начавшись, еще официально не начали избирательную кампанию, а уже эти выборы напоминают сражение Бородино. Каждый мочит друг друга. Сотни тысяч долларов выкидывается на компроматы, на политические компроматы и тому подобное. Одним из таких вот компроматов, очередной раз выданная доза компромата, это в сторону Порошенко. Таким депутатом, как Деркач. Что я могу сказать? Это стоило ожидать, как я и предполагал, как я и говорил раньше. И слушая Дмитрия Гордона, который повязан, старее всего, с силами, которые стоят за дыркачом. Он буквально вчера или позавчера, я не помню уже точно, когда я слушал, сказал, что в ближайшее время начнут публиковать пленки, записи разговора Порошенко и Путина. Вот так мы и видим, буквально не прошло. Ну, думаю, дня два, может быть, не прошло еще. Уже видим первую часть эпопеи Путин-Порошенко. Это уже выдано на гора. Такими, я думаю, дозами будут до конца избирательные кампании местной. Будут публиковать и публиковать. Но то, что Гордон буквально сказал вчера, как бы анонсируя это все, это тоже наводит на мысль, что Гордон представляет какие-то политические круги, которые повязаны с Гордоном. И это, и Дертач тоже, видать, представляют эти политические круги. Так что вот такое вот дело считают, что мы еще увидим и хлебнем много различной информации, различной информации с разных, так сказать, олигархических кланов. Будут сражаться до крови, я думаю. По крайней мере, в политическом, так сказать, отношении. Еще хотел бы сказать, что мочат еще Шария. Порошенко и Шария мочат. Хотят раздеребанить их электоральные, так сказать, электоральные участки. Но посмотрим, как это будет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Выставляйте свои мнения в комментариях. Всем благополучного дня. Спасибо.